Самые бескорыстные люди региона области собрались сегодня в усадьбе Рукавишниковых. Там прошло вручение единственной в России премии общественного признания «Нижегородский феникс». Ее участниками стали более 20 человек. Премия вручается с 2012 года добровольцам, участникам волонтерских акций, меценатам и социально ответственным бизнес-компаниям, которые занимаются благотворительностью. В этом году победителем в одной из главных номинаций за вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Нижегородской области стал фонд «Нонс», собирающий деньги на лечение онкобольных детей. Когда я прихожу в больницу, и я вижу глаза этих деток в масках, эти детки, которые, знаете, они хотят жить. Они смотрят на нас надеждой. И каждый раз, уходя из больницы, я думаю, ну если не мы, то кто же? Мы можем не заниматься этим. Но, скорее всего, больше половины тех деток, которые выздоровели, они не выздоровеют. Потому что мы просто ходим, просим, собираем эти денежные средства, все откликаются. И благодаря этому удается помочь, на самом деле, очень большому количеству детей. Вот за 8 лет мы помогли 370 детям. Все наши коллеги, которые приезжают из других регионов, когда мы им говорим, что у нас губернатор лично вручает премию благотворительности, они сначала не верят просто. А когда они попадают сюда и видят это все своими глазами, они начинают нам завидовать. Для нас и для всех участников, и для всех, кто знает про эту церемонию, про этот конкурс, очень важно, что такая высокая оценка этой части нашей жизни. С удовольствием встречаюсь с благотворителями в рамках нашей акции «Нижегородский феникс». Мне, например, очевидно, наблюдая за теми, кто пользуется сетью Facebook, они уже объединились и проводят акции. Поздравляют ветеранов в самых отдаленных уголках нашей области. Собирают деньги для того, чтобы покупать лекарства детям. Очищают от грязи берега рек, озер. Я с удовольствием бы сам поучаствовал в такой акции. Я с удовольствием бы сам поучаствовал в рамках нашей акции.